Здравствуйте, друзья! На днях гражданка Гутиерес, гражданка Мексики, но могла бы быть и гражданка любой другой страны, в аэропорту была развернута, завернута работниками иммиграционной службы и возвращена обратно в Мексику по подозрению в том, что она является потенциальным иммигрантом. Как и что там произошло, потому что ситуация на самом деле очень необычная, очень. Мы сегодня и поговорим. В чем необычность ситуации? Гражданка Гутиерес неоднократно въезжала в Соединенные Штаты, до туго, никогда не нарушала визовый режим. Она всегда вовремя уезжала. У нее в США живут родители, такие уже в преклонном возрасте. И у нее есть ребенок, который родился в Соединенных Штатах, то есть как бы гражданин США по рождению. И вот она как бы никого не трогала, ничего такого не делала. И вот на тебе вдруг ей отказали. Мало того, в Мексике у нее бизнес, у нее там муж. Вполне возможно, что есть другие дети, я не в курсе. Но у нее там муж, у нее там бизнес. То есть не то, чтобы, знаете, какой-то повод она подавала. И не то, чтобы ей в визе отказали, у нее была виза, но вот ее развернули. Значит, что произошло? Администрация, ведомая советником президента, господином Миллером, таким строгим, упертым, антииммиграционным человеком, администрация делает то, что можно сделать на административном уровне, чтобы как-то пресечь, усечь, наказать, не пущать. Вот, в частности, этот самый Миллер, и мы говорили об этом не так давно, проталкивает законодательство новое, состоящее в том, чтобы наказывать тех, кто получал общественные, из общественных фондов что-то получал. И, собственно, и сейчас такая политика есть, что это не безобидно брать из общественных фондов. Но речь шла о расширении, очень широком, того, что считать такими общественными фондами, получение из которых как бы квалифицируется как какое-то нарушение, там, злоупотребление и так далее. То есть, как бы, за что надо было бы наказать. Значит, что произошло с этой самой Гутьеррес? Закон еще такой в силу не вступал. И когда он вступит, мы посмотрим, если будет вообще когда-нибудь в том или ином виде, то мы тогда посмотрим, собственно, что является нарушением, что не является нарушением. Но тут есть тонкость одна. Дело в том, что если человек что-то получил, не нарушая закон, что-то получил, что ему положено по закону, то наказывать его задним числом довольно странно. Значит, что произошло с этой дамой? В 16-м году, два года назад, будучи в Соединенных Штатах, в положении, она была в положении. Она была абсолютно легальна, у нее была виза, у нее все было. Туристическое. Значит, она была продиагностирована, как сказать, есть такая разновидность диабета, которая на почве беременности развивается. Я точного медицинского термина не знаю, но вот она с этим диабетом была продиагностирована. Это часто бывает. И в силу этого, в силу того, что она была на туристической визе, но попала вот в такую ситуацию, она была eligible. Что называется, она имела право, она по закону имела право на какие-то социальные, там, специальные программы. В частности, вот двумя она воспользовалась. Одна программа это, ну, такая медицинская для бедных. Вот у нас это называется, в Калифорнии это называется медикал, в других штатах это называется медикейд. Вот она воспользовалась этим медикейдом. Видимо, какое-то лечение проходило. Вот. А также программа по защите детства, такая есть, CHIP. Программа по защите детства, то есть она занимается тем, чтобы, как бы, ну, грубо говоря, рожались дети нормально, а не какие-то безобразия с этим делом происходили. Она была официально eligible. То есть она не нарушила ничего. Вы можете сказать, ну, вот такой закон, может, у нас дурацкий. Ну, да. Вы можете сказать, она, может, специально приехала, чтобы родить именно в Америке. Может быть. Ну, может быть. В этом тоже нет никакого нарушения. Вы можете сказать, ну, она специально приехала, чтобы воспользоваться вот этими делами. Может быть, она уже была продиагностирована. Может быть, она уже знала это все. Может быть. Но это не доказано. И не пойман не вор. Поэтому мы не знаем ничего. Мы знаем, что люди приезжают, и в частности, вот мы тут видим на русском ютюбе, где тебя этому учат, тебя этому учат, тебе говорят, вот приезжай, заплати, а мы тебе тут все эти роды, все обеспечиваем, мы знаем, где чего можно. Отдельно такая деятельность, я бы сказал, не совсем легитимная по разводу американского налогоплательщика. Но она ничего не нарушила, понимаете, и чтобы мы не думали о ее мотивах там и так далее, ну не было нарушения такого. И, собственно, ее за это нарушение никто не наказал, но есть инструкция, новая в инструкциях, значит, для иммиграционных офицеров, которые там стоят и пропускают или не пропускают. Они на ходу должны принять решение, не представляет ли этот человек какой-то опасности или там, скажем, нелегитимности. Так вот, инструкция, которая у них сейчас есть, а администрация инструктирует, она обязана инструктировать, и у нее есть определенный люфт, да, то есть, скажем, так, чтобы законов не нарушать. И по нынешней инструкции, которая недавно, видимо, изменилась, получается так, что если человек воспользовался когда-то какими-то общественными фондами, неважно легитимно или вам, как бы это было мошенничество, фронт, то есть, если мошенничество, то это уж особая статья, но если он этим воспользовался даже легитимно, то это как бы должно быть подозрительно выглядеть и должно рассматриваться офицерами, которые пропускают страну. Просто вот люди стоят там, да, говорят, вот вам виза, вот вам нет визы, ну, в смысле, проходи, не проходи, виза у нее была. Вот, и как негативный такой фактор, который, в общем-то, вызывает сомнения. И получилась такая фигня, из-за того, что она когда-то воспользовалась какими-то там программами, сегодня ей, значит, отказывают во въезде в страну, при том, что у нее виза есть. Может быть, и аннулировали визу. Обычно, когда такие вещи происходят, виза аннулируется. Я не специалист, тонкий, но как бы я так понимаю, что, наверное, проблемы там возникли с тем, что визу могли и отозвать тоже, прямо там же на месте. Это значит, что вот уже прямо сегодня, вот вы завтра, да, или сегодня, еще даже не посмотрели мое видео, будете въезжать в страну, будете проходить пограничный контроль. И вам могут сказать, а чего это вы, тут у вас вот, там, скажем, ребенок родился в Соединенных Штатах, ехали по турвизе, там 6 месяцев, значит, или там 8 или 10 находились в стране. Ну, если 8-10, вы уже в нарушении. А, допустим, 4, 5 или 6. Знаете, значит, если едешь рожать, пожалуйста, приезжай, рожай, плати, да? Но вы же за общественное бабло это делали? Значит, предродовый, значит, сервис там у вас был, роды принимали, там, где-то чего-то там выхаживали и так далее. И что это вы на общественные фонды? Но мы за это вас, конечно, мы не можем вам за это отказать, закон такого нету. Но мы обязаны вас рассматривать как потенциальных иммигрантов. Вот, она въезжала в страну с ребенком. Значит, да, мама едет с ребенком к бабушке и дедушке. Она много раз бывала, визовых решимов не нарушала, ничего такого не происходило. Но она, вот, пожалуйста, потенциальный иммигрант. Безусловно, я не знаю на мексиканской стороне, я знаю на, так сказать, постсоветской стороне, что очень часто люди, которые, так, у них хороший рекорд, они много раз бывали, приезжали, там, ничего не нарушали и так далее. И очередной раз они приезжают именно для того, чтобы остаться. То есть, они, да, являются потенциальными иммигрантами. Может быть, в какой-то степени поначалу нелегальными, а потом как-то через политику легализуются. Или там еще сами не знают, как легализуются. Безусловно, среди людей с абсолютно чистым рекордом есть определенный процент тех, которые приезжают, чтобы остаться. Тут без вариантов. Но в данном случае-то ведь не это произошло. В данном случае произошло то, что ей отказали во въезде в страну, потому что она когда-то, не нарушая никаких законов, получила какие-то услуги за счет общественных фондов. Дилемма вот в чем тут состоит. Я, может быть, скажу на эту тему тоже пару слов. Дилемма состоит вот в чем. Мы можем посмотреть на это с двух позиций. Каждая из которых имеет смысл. И эти две позиции совершенно ортогональны. Они противоречат друг другу. Значит, позиция номер один. По понятиям. Друзья, она очень близка. Особенно людям, которые в таких странах живут, где кроме как по понятиям-то и не бывает. Там по закону ничего не происходит. Там все по понятиям. И закон по понятиям. По понятиям. Ну, а чего она действительно? А нифига. Вот по понятиям. Да, плюс к этим понятиям добавляется такой естественный расизм, шовинизм и так далее. Там была бы она из Голландии. Там один разговор. А если там из какой-то Мексики, то уже совсем другой. И пошло и поехало. И вот по понятиям. Вроде бы так их всех надо там гадов давить. Да, вот я очень хорошо представляю вот этих вот людей понятийных. Вот. Вторая система как бы взглядов. Закон. Вот есть закон. И закон говорит, не пойман ни вор. Не нарушал ничего, значит, не за что наказывать. Нельзя человека наказывать за то, что он не выходил за рамки закона. То есть никакая юридическая система не позволяет наказать человека за то, что он ничего не нарушил. Он нигде никому не обещал подписи, не ставил. Ну нет, ну нет ничего такого. Ну вот нет. Кроме того, что есть какая-то инструкция сверху, которая говорит, что вот давайте мы его накажем за то, что он пользовался общественными фондами. Хотя закона такого у нас нет. Но мы накажем его в форме отказа права на въезд в страну, хотя визу этого человека есть. И визу эту мы сами ему выдали. И вот наша логика такая, что значит вот, а вдруг они потенциальные иммигранты, раз они здесь ребенка родили. Хотя они много раз езжали, и ничего не было, и оснований у нас никаких нет. Но это мы не в суде же, мы же чиновник. Чиновник, он же, у него же произвол как бы норма, он же как хочет, так у него и должность такая. Чиновник ни перед кем не отвечает, вот у него инструкция есть и все. Перед начальством отвечает, который там выше по инстанции. Поэтому это как бы две точки зрения, которые позволяют анализировать ситуацию. Но есть еще третий момент в этом, вне точек зрения. Третий момент состоит в том, что опасно становится ездить, летать, въезжать, выезжать, находиться под, скажем, какими-то ограничениями. Вот на днях скандал тут был. Я забыл, какой штат, Вирджиния? Не помню, честно. Какой-то штат, или Северная Каролина, в каком-то штате. Значит, вот этот вот Айс, организация по, ну, так скажем, назовем ее по депортациям, да, который отлавливают, вот, они вошли как бы в сговор такой с другой государственной организацией, которая занимается тем, что там люди поддерживают там как-то свой статус, там они зачем-то приходят выяснять обстоятельства всякие. И вот они там их, вот, приходит человек выяснять обстоятельства, а они уже за углом его ждут. Вот, как бы, зная, что он придет, они его там ждут, и тут же его и прихватывают. То есть, и это скандал, потому что так быть не должно. Значит, если так будет происходить, люди не будут приходить в госорганы, в которых они должны там заниматься продлениями или там выяснениями обстоятельств, потому что это то место, где их тут же упаковали и отправили. То есть, какая-то такая подзаконность, что ли, присутствует. Вот, вот, закона нет, и начинают выкручиваться так, как будто он есть, вот, но пропихивают это в какие-то другие механизмы, которым оно не принадлежит. Но, тем не менее, возвращаясь к третьему, так сказать, моменту, опасно. Вот, могут арестовать прямо на улице. Втрое увеличилось количество задержаний нелегалов по сравнению с несовершавших криминальных проступков. По сравнению с тем, как это было при Обаме. То есть, вот, Обама фокусировался, была четкая установка, депортировать только тех, а депортировали при Обаме больше, чем когда бы то ни было до Обамы. Вот, депортировать тех, вот этого 400 тысяч в год, у которых есть криминальный рекорд. А поскольку, ну, больше 400 тысяч все равно не получается, то уже хотя бы тех, кто с криминальным рекордом, чем просто так людей хватать. Так вот, сейчас просто так людей хватают. В три раза больше, чем при Обаме. При Обаме это тоже было, но как бы фокус был другой. Вот, а сейчас, вроде, тот фокус никто не отменял, казалось бы. А хватают в три раза больше. То есть, вот, есть масса случаев, когда человек там, ну, никого не трогал, ничего такого. Конечно, он находится в стране незаконно, это правда. Он нелегально находится в стране. И технически на этом основании его можно как-то прищучить. Вопросов нет. Просто этого раньше практически не делалось. И речь шла все-таки о тех, кто представляет опасность для общества. А сейчас, значит, как бы, можно и не представлять такую опасность, а уже влететь. Поэтому я к чему говорю, что, как говорил Жванецкий, тщительнее надо, ребята, тщительнее. Аккуратненько надо.